Здравствуйте. Налоговый вычет могут распространить на несколько ипотечных кредитов, сообщает российская газета. После приобретения жилья в кредит, россияне смогут получить имущественный налоговый вычет несколько раз и с разных квартир, пока не получат всю положенную по закону сумму. По мнению экспертов, это сделает ипотечные займы более выгодными. И все потому, что деньги, которые фактически уходят на переплату за жилье, вернутся обратно в кошелек. Законопроект уже внесен на рассмотрение Государственной Думы. Предполагается, что его действие распространится только на тех, кто заключил сделку по ипотеке после 1 января 2014 года. Напомню, налоговый вычет – это льгота, которая позволяет сэкономить на покупке недвижимости. Когда гражданин покупает квартиру, участок земли или дом, то он имеет право вернуть из бюджета уплаченный подоходный налог 13%. Электроника может подорожать еще больше. Власти повышают ставки так называемого экологического утилизационного сбора. Он вводится в отношении ряда потребительских товаров. Например, гаджеты обложили 4,5% сбором на переработку, сообщает «Известия». Поставщики пока не могут оценить, насколько им придется повысить цены из-за введения нового сбора. Согласно нововведениям, наибольшая ставка в 4,5% будет наложена на производителей и импортеров всех электрических приборов, в том числе компьютеров, сотовых телефонов, фото- и видеоаппаратуры и бытовой техники. Кроме электроники, сбор распространят еще на 7 категорий товаров. Бумага, изделия из нее, резиновые, пластмассовые изделия, металлические и древесные изделия. Все они получили ставку сбора в 1,5%, а следовательно, также подорожают. В России может появиться купюра номиналом 2000 рублей. Почти полторы тысячи человек подписали петицию о введении в Россию купюры достоинством в 2000 рублей с изображением Владивостока. Инициативная группа разместила петицию на сайте Change.org, в которой предлагает Центробанку выпустить купюру «Владивосток-2000». В комментариях сказано, что в далеком 97-м году группа «Мумитроль» намертво связала в коллективном бессознательном «Владивосток» с этой цифрой. «Уходим, уходим, уходим, наступят времена почище, пьется родная, мы в стаде пылая, Владивосток-2000». По идее авторов макета на лицевой части купюры будет изображен мост через бухту Золотой Рог, герб города. На обратной стороне купюры изображения Владивостокского фуникулера. В январе этого года пассажиропоток Пермского аэропорта снизился. На международных линиях падение составило 53,5%, сообщает пресс-служба аэропорта Перм. Если в цифрах, то количество пассажиров в январе составило 73 тысячи человека. Это меньше по сравнению с январем предыдущего года на 5%. При этом на внутренних авиалиниях зафиксирован рост на 15,9%. Пассажиропоток внутри России составил 62,5 тысячи человек. Мировые цены на нефть растут второй день подряд. Сейчас черное золото торгуется на отметке 59 долларов за баррель. На этом фоне укрепляется рубль. Курс доллара, по данным Центробанка, на выходные составил 66,04 рубля. Падение более чем на 2,5 рубля. Курс евро 75,65 рубля. Падение на 2 рубля 28 копеек. На этом у меня все. Удачи в делах.